В КФУ обучают навыкам сердечно-легочной реанимации. Чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в России Фарид Мухаммедшин посетил КФУ. В Китае готовятся к жесткой экономической борьбе. От того, насколько правильно будет сделана сердечно-легочная реанимация, зависит жизнь человека. Курсы, где можно на практике отработать эти навыки, проходят в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Все подробности смотри в сюжете. Для того, чтобы врачи любой специальности смогли оказать первую помощь пациенту, необходимо не только иметь теоретические знания, но и практические. Спасение человека при остановке сердца является глобальной задачей всех медицинских работников. Любой врач, у которого на глазах произошла остановка сердца, обязан провести полноценную сердечно-легочную реанимацию. Всему можно научиться на курсах провайдеров Европейского совета по реанимации, которые проходят в Центре симуляционного и имитационного обучения Казанского федерального университета. Курс «Базовая сердечно-легочная реанимация и автоматическая наружная дефибрилляция» поможет получить все необходимые знания и отработать навыки. Показывает опыт работы, что имея только теоретические знания, специалисты не приступают к реанимации, потому что они боятся ее проводить. Преимущество симуляционного обучения заключается в том, что мы с помощью простых приборов-манекенов можем научиться очень серьезным вещам. Проводить реанимацию безопасно для нашего пациента. Врачи на курсе учатся правильно ставить руки при оказании сердечно-легочной реанимации, а также отрабатывают, на какую глубину и с какой частотой нужно проводить компрессию. В случае же правильной постановки рук перелома ребер исключен. «Бывает травматизация во время реанимации, когда специалист, оказывающий помощь, ставит руки неправильно. То есть мы должны научить наших обучающихся ставить руки правильно, проводить реанимацию эффективно. Руки должны стоять на грудине. Это самая твердая кость в организме, которая защищает самый главный орган, наш – это сердце». Сначала обучение базовой сердечно-легочной реанимации проходило в Москве, а теперь и регионы присоединились к проведению таких курсов. «Не предполагаешь, где и с чем столкнешься. Мы врачи, мы считаем себя грамотными, но мы подкованы теоретически. Сердечно-легочная реанимация – это тот метод, когда ты можешь спасти жизнь человека за какие-то считанные минуты. Не всегда может оказаться рядом скорая помощь». Теоретическую часть врачи изучали дома, а в рамках однодневного курса они отрабатывают свои навыки на манекенах. По приборам можно отследить, соблюдается ли необходимая глубина компрессии, а также правильно ли и последовательно выполняется сердечно-легочная реанимация. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась лекция члена Совета Федерации чрезвычайного и полномочного посла России Фарита Мухаммедшина. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Студенты Института международных отношений в очередной раз встретились с человеком, который не понаслышке знает о работе посла, с доктором политических наук Фаритом Мухаммедшиным. За короткие годы ваш институт стал в рамках международного сообщества хорошим учебным заведением. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации рассказал студентам о том, какой путь он проделал, чтобы попасть на этот высокий пост. Фарит Мухаммедшин окончил в разное время Казанский авиационный институт, вечернее отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Марии Сатореза, дипломатическую академию МИД СССР успел поработать на службе в МИД СССР России, в аппарате правительства, при президенте Республики Татарстан, на посольских должностях в СНГ, в частности, в Узбекистане и Молдове. 17 сентября 2018 года Фарит Мухаммедшин является членом Совета Федерации, представителем правительства от Самарской области. После лекции студенты получили возможность задать вопросы, и надо сказать, что их было довольно много. Фариту Мухаммедшину удалось воодушевить публику. Будем надеяться, что подобные встречи студентов с действующими профессионалами своего дела продолжатся в стенах Казанского федерального университета. Камиль Гемозденов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Напоминаем, что деятельность межправительственной группы экспертов по изменению климата продолжается. Специалисты готовят обзорные отчеты о глобальном потеплении и об изменении климата на суше. Все подробности в следующем сюжете. Казанский университет Валерия Муратова, Универ Ньюс. 4 марта в Центре деятельности молодежных организаций и объединений состоялось заседание профсоюзного комитета студентов КФУ. Подробности узнавал наш корреспондент. Ежедневно на страже прав студентов Казанского федерального университета и решении их проблем в самых разных сферах стоит первичная профсоюзная организация студентов. Основной целью организации является представление и защита социально-экономических, гражданских, законных прав и интересов студентов на всех уровнях. Ежемесячно в КФУ проходит совещание председателей профсоюзного комитета, в рамках которых, кроме прочего, согласовываются нормативно-правовые акты, стипендиальное обеспечение, стоимость проживания иногородних студентов в общежитиях, положение регламента организации учебного процесса и так далее. На сегодняшний день будут затронуты вопросы и предоставление кое-ко-местоногородних студентов в летний период в связи с проведением WorldSkills. Будет затронут вопрос работы представителей профсоюзной организации в стипендиальных комиссиях. Также плюсы это работа и наша текущая по проведению наших мероприятий. Это и рейтинга работы профсоюзных бюро, это конкурса «Студенческий лидер», потому что впоследствии наши представители будут достойно представлять наш Казанский федеральный университет. Кроме того, проводится работа по формированию правовой грамотности актива и обсуждаются вопросы деятельности самого профсоюзного комитета. Валерия Муратова, Универньюз. Премьер Госсовета Китая заявил, что его страна готовится к жесткой экономической борьбе. На фоне американо-китайских переговоров по вопросам торговли это вызывает ряд вопросов. Что будет с их экономикой в случае неудачных переговоров? Об этом в следующем сюжете. Премьер Государственного Совета Китая Лика Цан, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей, призвал быть готовыми к жесткой борьбе в экономике. Причинами такого заявления может быть уже длящееся долгое время торгово-экономическое соперничество с США. Президент Трамп предложил китайской стороне, ну скажем так, приостановить процессы торговли и вступить в переговоры. И вот в причине трех месяцев с января по март идут переговоры, которые ставят своей целью каким-то образом урегулировать вот эту торговую войну. И вот на данный период мы можем сказать, что четких перспектив нет. Встреча глав двух стран состоится в конце марта, где и будет принято решение по сложившейся ситуации. В докладе премьера Госсовета Китая также было отмечено намерение расширить торгово-экономические связи страны и сотрудничество с другими государствами. Сегодня основные партнеры для Китая это страны Юго-Восточной Азии, вот в первую очередь далее страны Центральной Азии и Россия. Естественно, если Китай не будет видеть взаимопонимание со своим основным партнером, которому были долгие годы Соединенные Штаты, то Китай спокойно найдет замену этого рынка. Так вот никто, кроме Соединенных Штатов, в ситуации не пострадает. Китай даже приобретет, если он расширит свои рынки за счет еще раз ГВИ России и страны Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и так далее. Из доклада также стало известно о вкладывании 119 миллиардов долларов в строительство железных дорог. Также около 269 миллиардов будет вложено в проекты скоростных автомобильных дорог и водного транспорта. Логистика, транспортные узлы – это неизменный признак развивающейся экономики, потому что мало произвести товары, нужно их перевести, доставить в ту точку, где они востребованы. Поэтому Китай идет абсолютно правильным путем. Он вкладывает деньги в инфраструктуру тех стран, с которыми он сотрудничает. Это полная связка экономика, торговля и логистика. Артем Тупичкин, Универ-Ньюс. Вот и все на сегодня. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова